У нас опять Каспаров и Карпов. В 84-м году, как можно сказать, в 84-м, в 85-м, потому что год матч начался в 84-м, закончился в 85-м. Это их самый, это их первый матч, такой марафон, который продолжался, кто помнит, 48 партий, такого больше в истории шахма не было. И он не был закончен. А следующий матч в 85-м году Каспаров выиграл партию с этого матча, и мы посмотрели, одно из самых эффектных. А через год в Лондоне и в Венинграде в двух городах состоялся матч-реванш. И опять Каспаров выиграл, и вот эта партия была на финише. 22-я партия всего. Тогда уже отменили правила. Первый два матча, не первый матч, вернее, был до до бесконечности, до пяти побед. Но они так хорошо играли, что до шести побед никто шесть партий выиграть не мог. Поэтому следующие матчи, они сыграли после этого еще четыре матча, после самого первого. И эти матчи уже проходили по старой системе, то есть ровно 24 партии. Если ничья, ну чемпион мира сохраняет свое звание. А надо было выиграть. Значит, теперь уже надо было выиграть матч Карпов, потому что он уже не чемпион мира. И вот эта партия, но он играл очень хорошо. Было напряжение до самого конца. Это 22-я партия, то есть буквально за две, последовательно две партии остаются до финиша. Ну, Каспаров ее выиграл, и тогда было понятно, что уже практически сохраняет звание. Здесь не было таких дебютных откровений, но в конце был, Каспаров самый настоящий сейчас создал. Очень эффектная концовка была, так что мы должны от нее дойти. Я говорю, что до этой партии счет был равный. День, сколько получается? Десять. Одиннадцать, одиннадцать был счет. И вот это 22-я партия. Нет, значит, десять с половиной на десять с половиной. Это 22-я партия. Каспаров играет белыми, Д4, Д4, Конь Ф6, С4, Конь Ф6, Конь Ф6, С4, С4, С2, С4, Е7, Е6, Е7, Е6, Конь Ф3. Е6. Конь Ж1, Ф3. Но здесь, если белые играют, там, Б6, получается, какие-то новоиндийские построения, в слове Б4 шаг, там, защита Немцовича, всякие, ну, здесь огромный выбор. Но белые, черные сыграли Д5. То есть при установке ходов получился ферзовый габет. Но белые сыграли на первом ходу Д4, черные могли тоже сыграть Д5, и тогда получился ферзовый габет. Но ход Д5 был сыгран, видите, не на первом ходу, а чуть позже. Здесь последовало Конь Ц3. И они эту позицию они играли и белыми, и черными. Меняли цвет. И он у них возникал не раз. Она была, этот дебют был в седьмой партии, там черный играл Каспаров. Он и устоял. А восьмой партии он белыми выиграл, так что у них напряжение такое было. И каждый готов был играть этот вариант. Сон Е7, Сон Е7, Сон Ж5, Сон Ж5, С1 Ж5, H7 Ж5, H7 Ж6. Но это все идет по теории. Ход Х7 с целью понять, куда хочет Слон. То ли он хочет разменяться, то ли он хочет отступиться. Встречался то и другое. Но Каспар меняется на F6, Слон Е7 Ж6. Слон Е7 Ж6, меняет размен на F6 и Слон Герез на F6. Е3, Е3, нет Е3, 0-0, короткая корректировка. Герез на F1. Но это здесь, это, наверное, поэсси встречалась миллион раз, тут ее обсуждать очень тяжело. Такое типичное дебютное построение. С6, белый немного лучше, С7, С6. Но черный прочно покупает. Слон Д3, Слон Д3, вот белый. Слон Д3, Конь Д7, ДС. 0-0, короткая корректировка. Закончили оба, закончили развитие. Пока еще все основное впереди. Здесь черный побил на С4 пешку, Слон побил на С4 и Е5. То есть это такая идея разгрузки центра. ход черных. Белый же побил на С4. Ход черных. Идея разгрузить центр, но все равно пешка остается на С4 у белых, и центр держит немного лучше у белых. Хотя в 12-й партии Карпов побил на С5 и устоял. Но здесь он хотя и с трудом, но здесь он решил поменять варианту побил и пошел к первой пешке Е5. Ему нужно было здесь ему же нужно было матч выиграть, поэтому его не устраивала просто ничья, его надо было играть поострее. Нет, здесь не было Е4, это было сыграно. На Е5 было сыграно H3. Поменяли в центре Еда нет, это можно в первой пешке снять. Еда черная и белая Еда осталась на месте. Просто изменялись на Д4 и небольшой перевес все равно в белых потому что пешка Д4 держит поле Е5 важное C5 при случае двинется вперед, поэтому небольшой такой числый перевес пока ничего страшного. КОНЬ Б6 но обычно это называется изолированная пешка и когда в одной стороне изолированная пешка в данном случае у белых то пункт перед ней он ничем не защищен пешка изолированная соседей нет черная маневрирует вокруг этого пункта но все равно пешка Д как правило сильнее чем другие соображения поэтому здесь последовало значит беда отступили с фоном на b3 он d5 не держит но все равно не очень хорошая половина большинство предпочитло играть белыми сон f5 сунцерал карп сон f5 ладья e1 ладья e1 вот белые видите весь центр держит линейки держит черные пытаются какую-то пунктуру получить играет а7 опять ну чтобы а4 пойти а7 опять из прага слона отсюда с этого поля с этой диагонали важной а2 от 7 которые дают на пункт и 7 вообще это было усиление потому что у них уже в предыдущем матче когда они играли во втором матче все это было там черные играли ладья и 8 но не достиг равенства этот как бы был подготовлен к этому матчу тоже не принес белыми особо завоеваний последовались а3 ну белые готовы готовы на а4 отступить на а2 здесь было сыграно ладья е8 размен на е8 ферзь е8 ферзь d2 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 и конь d7 но белые отказались от борьбы за пол d5 просто подтягивают коня на защиту у белых по прежнему инициативу то есть черные подтягивают коня на защиту у белых по прежнему инициативу но черные стоят и здесь до сих пор такое что маневрирование довольно характерно для этого дебюта но как показала практика то что кое сядет на д7 они здесь упорно защищаются и чаще всего достигают равенства но не с Каспарова конечно Каспарова а4 то есть белые начинают какую-то инициативу в центре владеют некоторым перевесом и пытаются захватить инициативу на королевскую флангу черные сыграли ферзь d8 ферзь d8 и последовало конь а4 конь а4 конь а4 то есть белые попеременно то видите один ход на королевскую флангу один ход на ферзь но на обеих флангах создает какое-то давление не очень приятное черные сыграли h5 ну заранее заранее от h4 h5 защищаются последовало ладья е1 единственное открытые линии которые заняли белые черные теперь сыграли b5 на этом фланге пытаются что-то подпринять прогонять коня потому что конь куда-то может на c5 скакнуть там на b6 присущий они оттуда прогнали его конь наступил обратно на c3 ферзь b8 понятно напали на ферзя и хотят разменять ферзей без ферзей будет проще защищаться белые конечно не избегают размена ферзей ферзей еще был сильный ферзей 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 еще сильнее но не сильнее не было как раз после ферзей ничего особенного не было ферзей ферзей b4 b5 b4 бали на коня конь отступил b4 последний b2 ну здесь пешку бить нельзя потому что берет слу берет коня и слун теряется поэтому черную сначала Белая сначала Косфар разменяла коня, конь беда в шесть, шаг, конь беда в шесть, и теперь бааа, теперь бааа, фигура остается сильнейшей и меньше, но по-прежнему Белая сохраняет давление, и вот эта пешка Д4, она как сдерживала в самом дебюте, весь центр, все важные пара и присущие еще, сама может быть. Так они эту инициативу и сохранили, уже двадцать седьмой ход, значит здесь последовало, черные сыграли конь Д5, конь Д5, и беды изменялись на Д5, слон бьер Д5, слон бьер Д5, слон бьер Д5, слон бьер Д5, СД, черные побили на Д5, естественно, вот, и беды сыграли, Д5, то есть все-таки, этот конь получил, конечно, того слона. Черные сыграли ферзь Д8, Космар поступил ферзем на Ф3, ладья А6, то есть ладья там ищет какие-то поля для хорошего, для устойчивого положения, то есть надо хочет на королевский фланг перейти. Ладья С1, белый с этой стороны пытается проникнуть, то С1, король А7, здесь можно было съесть эту пешку, но тогда терялось на Д5, и, по-видимому, это тоже в пользу белых, хотя шансы загинули, но... Как бы не решился на этот размен, он отступил просто королевом А7, и здесь последовало, значит, неожиданный ход ферзь А3, довольно сильный. Ферзь с этой стороны давит на полицию черных, А3, заодно защищает пешку А4. Ладья Б6, ладья пытается войти в игру, ладья Б6, ладья С8, вот с этой стороны белые влезают в тылы, ладья С8, ладья С8, король ушел заблаговременно, поэтому эта связка не опасна. Ферзь отступил на Д6, ферзь пошел на Ж3, и черные сыграли А4, и белые забирают эту пешку А, но это решающее материальное перевесение не приводит, но забрать пешку не вредно. Белый сыграет ладья А8, ладья А8, просто нападает на пешку. Херный играет ферзь Е6, ферзь Е6, пешку погибло, ладья А4, но пешка А3 не такая сильная, она тоже может потеряться, поэтому Карпов не пожалел этой пешки, но она действительно не играет большую роль, сыграет другую совсем. Здесь последовала ферзь Ф5, ферзь Ф5, вот черный сейчас ферзь Ф5, Ф5, ферзь Ф5, ладья А7, белые на седьмой линии занимают, ладья Б1 шаг, 2-й А2, ладья С1, ладья С1, ладья Б7. Ну, если убрать пешку А3, то полное материальное равенство, и конь, конечно, приятнее слона, но возможно, что здесь выигрышей нет. Поэтому здесь черные сыграли ладья С2, ладья С2, белые сыграли Ф3, и черные сыграли... Пешка Ф3, нет, это Ф3, пешка Ф3, Ф2, Ф3, черные сыграли ладья Д2, то есть напали на эту пешку. То есть у белых лишняя пешка, но черный напал на Д4, и если, допустим, напрашивается ладья Б4, чтобы ее защитить, тогда играл, черные играли, ну, допустим, так, черные играли бы тогда, Ф6, надо меняться на Ж6, можно все фигуры разменять, у белых расстается лишняя пешка, но это ладья Д2, по-видимому, ничейная, потому что ладья очень активная, только этой пешкой цепляется, только этой выигрышей очень тяжело. Поэтому здесь... Ладья Б4, на 7-й линии, ладья Б4, на 7-й линии, ладья Б4. На 7-й линии, ладья Б4, на 7-й линии. Вот, поэтому белые несут. А черные же? А черные ладья? Ладья, на 2-й. На 2-й. На 2-й. На 2-й. На 2-й. Вот эта позиция очень интересная. В этой позиции партия была отложена, тогда еще было доигрывание. Это в наше время доигрывания уже нет, вы знаете, сейчас нельзя доигрывать партии, потому что если она откладывается, то компьютер проанализирует все, это уже будет игра не людей, а компьютеров. Поэтому в какие-то где-то 90-е годы уже было отменено доигрывание. Вы, наверное, даже этого не знаете, что когда-то партия откладывалась, там противники со своими танецкими бригадами, анализировали позицию там часами, если не днями, и потом она снова доигрывалась, и результат был известен только, как правило, на следующий день, а то бывает через два дня и через три. Сейчас это все пропало, прошло, сейчас партия играет, 40 ходов сыграли, просто каждый получает еще дополнительное время, обычно по часу, например, и играется дальше, и дальше. И партия заканчивается в один присед, то есть она вообще не откладывается. Но тогда такого еще не было, тогда партия откладывалась, и было важно, конечно, как состоится доигрывание. И вот здесь очень интересный момент, что здесь был Каспарову, как бы его контроль миновал, Каспарову нужно было записать ход, потому что как партия откладывалась, 40 ходов сыграно, и теперь белые записывают секретный ход. Ну, ход на бланке записывается, напечатывается в конверт, на следующий день скрывается, делается этот ход записан, и партия продолжается. И вот здесь надо было записать ход. И интересно то, что Каспарову с записанным ходом, если бы он не сделал этот ход, возможно, что партия бы закончилась и чуть. Но он с записанным ходом нашел этюд, который потом уже дома, конечно, все было зашлифовано, но он нашел очень эффектный ход, собственно, за счет которого эта партия и признана была лучшей. Действительно, дальше получился этюд. Но вот это важно было найти этот ход. Висеть пешкой на Д4, и кажется, что записанным, ты думаешь, ладно, я пешку защищу, ладья Б4, ну, а потом уже буду анализировать дома, что делать. Но если бы он сыграл ладья Б4, то после 7 и в 6 вынуждены были разные размены произойти, и пешка сохранялась, но это ладень на нынешний, такой бесперспективный, потому что ладья черная очень активная, и никаких шансов не было. Поэтому стоял вопрос за пешку, что этот ход ладья Б4, на всякий случай надежный ход записать, а потом смотреть дома. Нет, не записал, написал совсем другой ход, записал ход и чудо. Возвращая сразу пешку Д4, вот он записал такой ход, а может у него дойдет? Его, конечно, надо, когда он вперед, потом почитать, но сам ход, какой он напрашивается? Д7, ладья Б4. Конь Д6. Ну зачем? Просто отдать ладью? Нет. Конь Д7. Конь Д7, правильно. Такой был ход конь Д7. Совершенно неожиданно. То есть, вот туда он, конь Д7 является, туда. Что там произойдет, это, конечно, он уже дома смотрел. Записал правильный ход. То есть, просто отдал эту пешку. Так и последовало. Черные побеги на Д4. Конь Д8 шаг. Конь Д8 шаг. Король А6. И здесь еще один тонкий ход. Ладья Б4. Предлагает, представляете, предлагает размен ладей. Кажется, что и пешку вернули, и еще ладей предлагается. Все дело в том, что после размена, вот эта диагональ обнажена, крылью некуда деваться, это поле держит конь. Если слон уйдет, то это поле тоже держит конь. Это поле держит пешка. И ферзь легко проникает на это поле. И любой шаг будет убийственным для черного. Поэтому такой ход, конечно, нужно было, играя конь Д7, нужно было предусмотреть этот размен. Ладья Б4. Не сразу то, что вело к ничьей, скорее всего. А именно, сначала конь попал на Ф6, на Ф8, а теперь белые предлагают размен. Ну, здесь партия продолжала всего три хода. Я даже не буду их показывать. Вот Ладья С4 было сыграно. Разменяли обе стороны. И белые сыграли ферзь Д6. И на центре сыграли ферзь Д4. Короче говоря, перевели ферзя так, что следующим ходом неизбежно следует шаг на поддиагонали, и белые сдаются. Вот более эффектно. Ну, давайте еще раз. Вот Ладья С4, допустим, да? То есть, как было в партии? Ладья Б4, ДС, ДС, и ферзь Д6. Черные сыграли С3. Потому что ферзь Д2 шаг играет, видите, с матом. Ферзь Д2 шаг. Королю некуда деваться, и ферзью приходится отдавать ферзя с матом. Черные держат поле Д2, но тогда ферзь Д4. Здесь черные сдались. Потому что нет защиты от ферзь Д3 шаг. Вот такой неожиданный финал мог бы быть. Ну, партия могла немножко дольше продержаться. А почему нельзя было там защитить ферзь Е6? А ферзь Д4, тогда ферзь Ф4 шаг. То есть, тут не защитишь все поля диагонали, но не защитишь. Какие ты можешь, можно защитить, но не все. Ферзь Д2, например, там ферзь Ф4 шаг. А если ферзь Д3, например, ферзь Ф4 шаг. То есть, достаточно ферзью попасть с шагом на поле на эту диагональ С1, А6. Этот кольц сзади держит короля. Это очень конечный эффект. Это чистые силы. Ну, и тут вы знаете, что такое искусственное построение, когда его надо выглядеть просто каким-то изящным способом. Это не имеет, как правило, отношения к практике. Это специальные люди, чудисты, которые составляют разные чудо. Но здесь и чудо произошло в партии. Конь стоит сзади, там где-то на крайней линии. Ушел далеко. Почему тогда нельзя было сходить тогда ферзь Ж5? Ферзь Ж5 нет, здесь пешка А4. Да, но пешка бьет, король. Ну, ты ферзя отдаешь просто. Ну, как, ну, можно все что угодно нас дать, но... Но король зато выходит из... Ну, хорошо, ну, черный пешка не без ферзя подыграть. Вы хотите, чтобы Карпов играл с Каспарова без ферзя, но такого еще в истории не было. То есть здесь... Вот этот ход, конечно, очень неожиданно. Ладья Б4 с разменом ферзей. Но... Ладья С4 было сыграно. Но... Более эффектный такой был вариант, как слон А6. Но побыстрее освободить короля. Нет, здесь немножко другая какая-то позиция. Ферзь стоит. Ферзь Д6. Ферзь Д6 была... А, это уже было сыграно. Ладья С4, Ладья Б4-4-дес. Это было сыграно. Ферзь Д6. Ферзь Д6. Вот С3 это было в партии. И после Ферзь Д4 черные сдались. Но было... А, это просто я привожу пример. Он сдался. А, все правильно. Он сдался, но просто показываю... Привожу вариант, как могла закончиться партия, если бы черные не сдались. Значит, после Ферзь Д4 было сыграно. Значит, могли... А, пешка здесь стоит. Пешка здесь стоит. И добавим слон Аж7. А слон Аж7, допустим, предлагается. Так, доход. Ну, чтобы там на шаху Ж5 пойти как-то сопротивляться. Но на слон Аж7 Белый просто берет на Ц3 пешку. Так. Теперь слон Ж8, допустим, пытаясь как-то выскочить королем. Тогда Ферзь Е3 шаг. Ж5. Ферзь Белый, Ж5 шаг. Меняются все фигуры. Ферзь Белый, Ж5. Аж Ж шаг. И Ж5. Король Белый, Ж5. Кажется, что черные как-то удерживаются. Но здесь следует А4 просто и пешка проходит Ферзей. Стол очень далеко, ничего тут не скрывает и так далее. Ну и другие варианты приводят. Ну, вообще вот в этой позиции черные дались. Вот. Счет стал. 22-ю партию он выиграл. Счет повел очко. И потом в матче рекорд закончился победа Каспарова. Каспаров второй раз стал чемпионом мира. Такая эффектная позиция за счет в основном коня на Ф8. То есть медленно выиграли при помощи того, что коня стоит далеко-далеко там сзади. Где-то на Ф8. Вот все. Факции матча из матча для победы мира. Поэтому я понимаю, что это не очень легко. Но они сами не всегда все понимали. Сами, видите, находили решения какие-то в домашнем анализе. И сами просматривали какие-то ходы. Это сильнейший шипоте мира. Так что не странно, что вы не все понимаете.